Будьте милосердны, как и Отец, Ваш милосердник. Евангелие от Луки, 6 глава. Милостыня есть превосходная художница и покровительница упражняющихся в ней. Она любезна Богу и находится близ Него. Легко и спрашивай милость тем, кому хочет. Только бы мы не оскорбляли ее, а она оскорбляется тогда, когда мы делаем ее из похищенного имущества. Если же она чиста, то доставляет великое дерзновение, воссылающим ее к Богу. Сила ее такова, что она умоляет даже западших и согрешивших. Она разрешает адские узы, разгоняет мрак, погашает пламень, умершляет червя, избавляет оскорежь от зубов. Для нее беспрепятственно отверзаются врата небесные. Как у входящей царицы никто из стражей, приставленных к дверям не смеет спрашивать, кто она и откуда. Но все тотчас принимает ее. Так точно бывает и с милостыней. Она поистине есть царица, делающая людей подобными Богу. И так будьте милосердны, сказал Господь, как и Отец ваш милосерд. Она легко и быстролетно имеет золотые крылья и полет, услаждающий ангелов. У нее, говорит псалмопевец, крылья голубки, серебристые и между плечами ее блестящими, как золото. Псалом 67. Она лифтает, как голубь, золотой и живой, одаренный нежным взглядом и кротким глазом. Нет ничего прекраснее этого глаза. Красив павлин, но в сравнении с этим голубем он ворона. Так прекрасна и удивительна эта птица. Она постоянно смотрит вверх и окружается великой славой у Божией. Она есть дева с золотыми крыльями, разукрашенными, имеющими лицо белое и кроткое. Она легка и быстролетна и предстоит престолу царскому. Когда мы подвергаемся суду, она внезапно прилетает, являет и избавляет нас от наказания, осеняя своими крыльями. Богу она угодно более жертвы. О ней он часто беседует. Так она любезна ему. Сироту и вдову и убогого, говорит псалмопевец, Господь поддерживает. Псалом 145. Ее именем сам Бог любит называться. Седой, милостив Господь, говорит Давид, долготерпелив и многомилостив и истинен. Псалом 144. И еще. До небес велика милость Твоя. Псалом 56. Ничто столько не отличает христианина, как в милостине. Ничему столько не удивляется неверное и все, как в делам милосердия. И мы часто нуждаемся в этом милосердии. И каждый день взываем к Богу. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Наперед мы сами начинаем дела милосердия. И лучше сказать, не мы начинаем прежде, но сам Бог уже явил милость Свою к нам. Будем же возлюбленные, хотя позади следовать за Ним. Если люди милуют милостивого, хотя бы он сделал множество грехов, то тем более Бог послушает пророка, который говорит, «А я, как зеленеющая маслина в Доме Божьем», Псалом 51. «Будем подобны маслине, оградимся со всех сторон заповедями, потому что недостаточно быть только маслиной, но надо быть и плодовитой». Есть люди, которые подают милосты немало, или во весь год однажды, или один раз в каждую неделю, или только при случае. Они маслины, но не плодовитые. И даже сухие, как подающие милостыни, они маслины, а как подающие нещедры, они маслины не плодовитые. Будем же плодовитыми. Я часто говорил и теперь повторяю, важность милостыни измеряется не количеством подаваемого, но расположением подающего. Вы знаете евангельское сказание о вдовице. «Хорошо всегда приводить на память этот пример, чтобы и бедный не отчаивался, представляя ее положившие две лепты. При построении скини некоторые принесли волну, то есть шерсть, исхода 35 глава, но они не были отвергнуты. Если бы ими, имевшие золото, принесли волну, то были бы прокляты, то так как у принесших ее только это и было, но они не отвергнуты. Так и Каин был осужден не за то, что принес в жертву малоценное, но за то, что принес самое малоценное из всего, что имел. «Проклят, лживый, — говорит пророк, у которого в стадии есть неиспорченный совест, а приносит в жертву Господу поврежденное». Малахи, первая глава. Не просто так сказал, но если имеет и бережет. Следовательно, кто не имеет, тот не подлежит осуждению, или лучше, тот даже достоин награды. Аминь.